Берем соперника также в халгард, стопы скрепляем и подхватываем его за воротничок, параллельный воротничок. Здесь контролируем руку для того, чтобы он не перешел в кроссфейс. Понятно? И что мы делаем? Руками помогаем и работаем бедрами в ту сторону, парабризу. Выводим соперника из равновесия, заставляем его опереться вот на эту руку для того, чтобы поставить ее под атаку. То есть, я выполняю раз движение, он упал, подставляет ручку под атаку. Когда он пытается восстановить баланс, я подхватываю его чуть выше локтя сюда и ставлю обе ноги ему на бедра. То есть, здесь сзади на поясницу, эту ножку на бедро и зажимаю обеими своими бедрами его корпус. Отсюда моя задача будет его руку согнуть. Я не подхватываю вот этот overhook, этого не надо. Я делаю сверху накладочку и вытягиваю немножко корпус свой назад для того, чтобы его руку согнуть. Дальше будем атаковать прямо отсюда. Я ухожу на локоть и моя задача будет отсюда оказывать давление вниз, вот сюда вот, максимально плотно, прямо на его плечо. И в этот момент я буду делать такой ролл, вращаясь. Оттуда можно будет, с этой позиции можно будет сразу же несколько вариантов атаки сделать. То есть, закончить этой же омоплатой отсюда. Многие, кто не успевает среагировать, они сдаются уже здесь. В этот момент болевой эффект уже достигается. Если все-таки соперник гибкий, начинает вращаться, уходя от болевого эффекта, можно просто занять, допустим, отсюда, либо позицию сверху. То есть, я использую это движение как слип. Либо можно перейти на рычаг локтя и на омоплату классическую. То же самое еще разок. Раз, чуть выше дернули, захватили его бедрами своими, оттягиваемся немножко назад, уходим на локоть и теперь рычаг локтя. То есть, я начинаю вращаться и в момент приземления моего соперника, я подхватываю его правой рукой за бедро. Начинаю вращаться, вот здесь вот подхватываю за бедро, ложусь как можно ближе к его ноге, не отпуская ручку. Этой ногой я не даю ему подняться на меня, кружу его, закидываю вторую ногу, бедра сдавливаю и заканчиваю рычагом. Но в этом случае важно поймать бедро соперника до тех пор, пока он приземлился. То есть, я ловлю в момент вращения, ловлю его бедро, тогда ему будет сложно меня накрыть. Если дать сопернику возможность приземлиться, а потом начать ловить его бедро, тогда у него очень много шансов защититься. Контроль, здесь контроль дистанции, это защита от кроссфейса. Раз, два, от себя. На локоть, очень важно. Таз чуть приподняли, грузим его в ту стол. Раз, в момент приземления, вот отсюда я ловлю его ногу, лег, зажал и забросил. Работаю прямо отсюда. Можно перейти в классику, если вам это нужно. Можно работать прямо из-под мышки. Плюс, вариант перехода в классическую моплату. Тоже можете попробовать. Все то же самое. Также раз, два. Вышли, чувствуете, что-то не идет. Забросили ножку, ушли в классику. Классическую моплату. Понятно? Тоже как вариант. Раз, другой, осталось еще. То есть очень важен захват ногами. Мы стопами держим своего соперника, как будто бы лодой-молодой. И работа идет отсюда. Раз, два, три. Пошло движение. Можно накрыть его просто отсюда. Либо я выхожу уже на рычаг локтя, нам оплату. Кос? Нос. Продолжение следует...